Привет, друзья! Это Егоров и Медиа Сандали. Что ж, Амкал вылетел из Кубка России в четвертой стадии, повторив рекорд Тудроц. Но сделал это очень достойно, владея тотальным преимуществом над Аланией во втором тайме. Вообще, матч получился даже более скандальным, чем предполагалось. Во-первых, оказывается, у тренера Амкала Панова и у тренера Алани Гогниева давние проблемы. Они даже не поздоровались, когда заходили на стадион. Конечно же, величайший корреспондент всех времен народов Монтана поинтересовался у Панова, что ж такое. Панов ответил. Не получилось у вас пожать руки совместно с Партаком и Гогнием. И был конфликт перед матчем, такой мини-разговор. Урегулировали вы конфликт и пожмете ли вы рукой ему сейчас? Нет. Почему? Потому что нет. Это, в принципе, на долгий срок или что-то должно случиться? Да нет такого там срока, который там два дня, ну там, два дня жать не буду, а потом вот возьму и позму. Просто когда человек говорит какие-то вещи, которые, ну, допустим, по отношению ко мне лично, к моей команде, я считаю, это неуважение. Тем более я его тренировал. Мы с ним раньше достаточно неплохо общались. То есть я был как ассистент главного тренера, потом как главный тренер. И у нас на тот момент были хорошие отношения. То есть сейчас ситуация изменилась. Ну, все потому что, ну, нельзя некоторые вещи говорить или показывать. Вообще, если чуть посерфить по интернету, то можно найти следующую информацию, что в 2021 году после матча Волгаря и Алании Спартак Гогниев был дисквалифицирован на пять матчей за нецензурные выражения по отношению примерно ко всем, в том числе и к сопернику. И это также было связано с какими-то определенными угрозами. Ну, есть, конечно, на сайте Алании, на страничке их в ютубе, в том числе, пресс-конференция Гогниева. Хочется сказать ребятам своим, они против всего этого, блядь, играют и стремятся победить. А потом из нас дураков делают, что мы материмся или ругаемся, нас удаляют потом, как тренера, да? Но это неправильно, обратите внимание. Футбол, мы хотим играть в футбол, мы играем в футбол, мы его показываем. Команду соперника я поздравляю с победой. На самом деле очень тяжело нашим ребятам, очень тяжело. Потому что лига тяжелая и постоянно потом судейство обсуждают всем, мне нафиг это не надо. Бывают такие игры, когда не забиваешь, а ты забивают тебе. Вот сегодня такая игра была. Ну и плюс, опять-таки же, 17 игр, пенальти один. Команда, которая 70% владеет мячом, команда, которая по 8-9 ударов в игре делает, не вариант. Просто это нереально. В общем, на видео ничего такого жесткого не сказано, но, видимо, в кулуарах Спартак что-то опрокинул. Учитывая, что 3 года уже они практически, ну, судя по всему, с Пановом не здороваются. И Панов здороваться не собирается. Урегулировали вы конфликт и пожмете ли вы рукой ему сейчас? Нет. Почему? Потому что нет. В общем, это первый принципиальный момент. Второй, конечно, здесь Амкал чуть-чуть поднагрел, потому что все мы помним, как Василий Маврин, один из лидеров Амкала, говорил о том, что у него сломаны ребра, что играть он не будет ни в коем случае. Все официальная информация. К сожалению, в матче с Аланей Василий не сможет принять участие. Спасибо, Лотосу. Суден. Но опять же, потом выяснилось, что Панов, как он сказал на пресс-конференции, попросил Маврина сыграть, и Маврин сыграл. Вася пришел, я его просил лично, я благодарен ему, что человек рискует своим здоровьем ради команды. На самом деле, там проблемы есть, и молодец, что выдержал, там, на уколах и так далее. Ну, все-таки, я думаю, что с переломами прям ребер, ну, вряд ли бы, Вася вышел на поле и полностью выдержал всю борьбу. Ну, кстати, по правде говоря, 34-летний Маврин, который никогда в профессиональный футбол не играл, точнее, он мог бы играть, он играл там за сборную в Сибири и так далее и тому подобное. Когда был молодым, он считался одним из главных талантов вообще Сибири, чтобы понимать, что такое таланты Сибири. Вот, например, Александр Головин, это вот талант из Сибири, да, и где он сейчас играет. Ну, вот, Маврин был такой же примерно талант из Сибири, но по разным причинам заиграть у него не получилось, потом начал заниматься другой деятельностью. И сейчас, 34 года, он был куда сильнее футболистов Аладии. Ничего, не все равно на YouTube уже попал со мной. Жвездой будешь, все нормально. Которые в самом высоком играет в FNL. Ну, вот, сильнее. Почему у Маврина не задалась карьера профессионального футболиста, а учитывая его данные возможности, способности, 3-4 года, ну, можно только думать. Хотя, мне кажется, все предпосылки для того, чтобы играть в RPL у него были. Ну, не об этом. Так вот, матч. Как мы уже говорили, у Аладии сменился главный тренер. Вообще, команда выступает не очень хорошо. То отстраняют кого-то, то набирают. Ибрагим Цалагов, капитан команды, был отстранен. Потом его то вернули, то опять не взяли. Ну, и вообще, FNL на эти туры Кубка России ездил иногда не то, что даже не первым составом, а без тренеров. Ну, вот, например, тот же Енисей взял и приехал в Кострому играть со Спартаком без тренера. И проиграл 0-1. Андрей Тихонов просто остался дома. И это была распространенная практика. Например, та же Родина играла Родиной 2 в Кубке России. Многие команды привезли дублирующие составы. Почему? Ну, потому что очень жесткий график в FNL. И всем командам важно держать фокус туда. И они примерно понимают, что шансов в дальнейшем в Кубке России у них нет. Потому что путь регионов, там тебе, в общем, очень сложно пробиться туда-дальше. Потому что даже если ты один раз команду РПЛ обыграешь топа, то потом еще раз, еще раз, еще раз надо уже обыгрывать. В общем, для них это своего рода авантюра. Гогнев же привез такой усредненный состав. Где-то 5 человек были системы ротации, 5 основных. Так что, в принципе, это был половинчатый вариант. И не основа, и не те дубли, которые привозили другие клубы. В общем, нормальная боеспособная команда, правда, которая идет на последних местах в FNL. И, как мы поняли по матчу, идет на последних местах заслуженных. Амкал очень активно стартовал. Уже на шестой минуте чуть было не забил Костяков. Лучше бомбардир Кубка хорошо пробил слет, но вратарь отбил. Добивание амкаловцы не успели. Удар у Костякова получился просто суперский. Ну, а затем чуть-чуть ошибся Маричев. Подсунул мяч к Роботову. Получилась встречная атака. Пас во фланг. Кузич чуть качнули. И с левой ноги очень красивый удар от штанги. 1-0. Могла Аланья тут же забить еще, но Швагерев мяч потащил. Потом был еще в конце тайма один момент у Аланья, когда был удар головой буквально с линии вратарской. Но в остальном Амкал надел инициативу. И Питч отдал классный пас на Рябу. Ряба бил. Вратарь отбивал. В общем, такой вот прям стопроцентный момент был в том числе и у Амкала. Ну, в первом тайме была более-менее равная игра. И уж точно никто не мог предположить, что во втором тайме Амкал просто-напросто целиком и полностью переломит инициативу. И здесь, конечно, весомую роль играл Маврин, который выиграл практически все единоборства в центре поля. Ну, практически все. Который был и быстрее, и техничнее. И раздавал классные передачи. В первом случае отдал классный пас левой ногой на Питчу. Питча обработал. Даже пробил. Вратарь потащил. Потом чуть позже Маврин выполнил уже суперский навес на Костякову, который с линией вратарской. Хорошо пробил головой вниз, но вратарь Аланни вытащил. Вообще, на Табашвили стал главным героем матча, потому что было еще несколько Амкала шансов. Но он все потащил, все забрал. Уверенно сыграл на выходах. В общем, молодой парень молодец. Абсолютно. Это был его дебютный матч такой серьезный. Совсем практически он не играет в чемпионате ФНЛ. Но вот здесь вышел на поле, признал, что давно смотрит Спирикова и вообще респектнул медийным футбольным клубом. Не, чужого я не знаю. Я знаю Спирикова. Я вообще за ним давно слежу. И вот Маврина, потому что он всех надевает постоянно. Ну, вам интересно. Смотреть? Да. Сами наблюдается. Да, да, да. Я смотрю. А за кого переживать? Может, есть какой-нибудь клуб такой? Нет, Тудросс. Тудросс? Ну, да. Чем? А? Чем? Не знаю, они прикольные. Я их вообще начал смотреть, когда они челленджи снимали. Ну, конечно, в концовке у Амкала и супершанс последний, когда уже отбил Швайгерев, подключившийся в атаку. Но своего коллегу-вратаря огорчить он не смог. Так что выиграли, выиграли футболисты Алани. Точнее, не знаю, как выиграли или отстояли. Здесь сложно что-то четко ответить. Но вот, наверное, это первый был случай, когда А в такой стадии команда медийной футбольной лиги тотально владела преимуществом. Потому что матч Тудросс с Химками там, наоборот, тотально владели преимуществом Химки. Возможно, из-за, в том числе, удаления Гауча. Ну, и когда, в принципе, мы реально могли сказать, да, медийный футбол вполне имел шанс дойти до российской премьер-лиги. То есть, оставался бы Амкалу один шаг, если бы победили Аланию. И здесь сразу пошли разговоры о том, что, ну, вроде как, такой матч со стороны Алании – это позор. Хотя вратарь сразу ответил, типа, ребят, мы постоянно там летаем, нам тяжело. Нам тяжело. У нас каждую неделю две игры. С графиком таким тяжелым. Мы были сейчас в Нижнекамске, прилетели, сразу сюда вылетели. Сейчас и летим в Волгоград. Ну, кстати, если уж тема с вратарем заканчивать, то он вообще сказал, что Тудросс болеет. То есть, получается, Амкал становил фанат Тудросс. Не Тудросс. Тудросс? Ну, да. Чем? Не знаю, они прикольные. Я их вообще начал смотреть, когда они челленджи снимали. Ну, то есть, для вас было что-нибудь принципиально выиграть? Потому что Тудросс, Амкалу спрятали соперники. Нет, нет, не из-за этого, нет. Впрочем, не все здесь поддержали медийный футбол. Потому что защитник Багаев довольно жестко прошелся по медийному футболу, сказав, что, ну, типа, позор, когда вот здесь играют медийные команды в Кубке России. Но соприкосновение с Кубком России нужно? Да, я считаю, что нет. Ну, у вас такая кафе уже пошла, пускай играют. А почему? Вот ты считаешь, что... У них должен быть даже отдельная лига. У них свой клубок там должен быть. Немножко думают не по футбольному. С такими командами сложно играть, знаешь. У них, кажется, третье действие, они думают по-другому вообще. И ты не можешь понять, что у них это сделать. И все. Уникум. Да, они застарали материться. Уникум. Когда-то, как тот же Скроботов из Абхала, наоборот, сказал, что, ну, это позор для Алании вот так играть, сидеть у своих ворот почти всю игру. Ну, по факту, весь второй тайм Алания, ну, как у них даже болельщики кричат, мы должны быть в премьер-лиге. Но у вас, естественно, их команда, ну, так скажем, можно сказать, любительской из медиалиги, большие вопросы задаются тогда по уровню футболистов. Ну, наверное, логичнее всех высказался Спартак Гогниев, который заявил о том, что, ну, в общем-то, медийный футбол нужно уважать, но конкуренция несправедливая в данном ситуации. Есть примеры, которые, в принципе, доказывают это. Это хорошо, тем более, а это медийно, так называемые. Люди приходят на стадион, люди болеют, если это продается, то это круто. Но никогда, в моем мнении, нельзя путать все-таки профессиональный футбол с медийным. И вот здесь я могу впервые, наверное, сделать для себя вывод, что клубы, наверное, первого дивизиона и вообще из профессионального футбола начали говорить о преимуществах футбола медийного. И профессиональный футбол, и ежедневная работа, и лед, и все остальное. Если для медийного футбола была заявка, и они летали бы точно так же каждую неделю через 3-4 по всей России, тогда как бы можно было какой-то уровень. Почему в медийном футболе игрокам легче? И вот как раз по словам этого Багаева, господина, да, почему он считает это позором? Он считает это позором по одной простой причине. Вот для него, для Багаева, профессиональный футболист, это тот, кто играет 50 матчей в год, который летает из одной точки страны в другую, чтобы сыграть там даже матч в второй лиге. Это тот, который постоянно в стрессе, постоянно под нагрузками, который хочет попасть там куда-то в РПЛ, да, то есть футбол это его работа. На одну игру любая команда может настроиться, если нужно принижать все-таки профессиональный футбол, потому что он на другом уровне немножко стоит, поэтому медийный футбол-то хорошо, но профессиональный футбол-то уже немножко другой. И он говорит, что же вы, ребята, которые попали в медиафутбол, вы же тоже там Скроуботов и все остальные, вы же профессиональные футболисты, а вы вот этот профессиональный футбол, все вот эти вот мучения взяли, предали, пошли по легкому пути в медиалиге, зарабатываете плюс-минус столько же, сколько мы в ФНЛ, так еще играете там 18-20 матчей в сезон, можете вот здесь на игру с нами настроиться и сказать, что какие вы красавцы, хотя ни фига вы не красавцы, вы позорники, потому что предали профессиональный футбол. Уникум, да, не за старыми материться, все это. Хуйникуум, да. То есть вы поняли примерно логику Багаева на самом деле? Ну типа, что вы тут рассказываете, если вы профессиональный футбол предали, убежали оттуда, пошли по легкому пути, ни фига не страдаете, вот, и можете, естественно, на один вот такой матч настроиться, потому что у вас у всех и школа, и предыдущая карьера, и все остальное. И типа, считайте, что это круто. Ну, логика Багаева, конечно, действительно интересная, потому что действительно в медиафутболе игроки играют два с половиной раза реже. Потому что действительно они не летают и не ездят никуда каждую неделю. А вы знаете, у нас авиасообщение, ты из одной точки в другую хрен долетишь без транзита в Москве. То есть, получается, ты там в понедельник вылетел, во вторник утром прилетел, вечером потренировался, в среду сыграл, в четверг попытался улететь, в пятницу дома, в субботу опять там какая-то игра и так далее. То есть, ты даже не толком тренироваться не успеваешь, ты постоянно в маду находишься, много матчей играешь. Ну, это как будто бы вот со стороны профессионального футбола, то, что имел в виду Спартак Гогнев. Профессиональный футбол, это ежедневная работа, вперед и все остальное. Если в медийный футбол была заявка, и они летали бы точно так же каждую неделю через 3 на 4 по всей России, тогда как бы можно было какой-то уровень. Но, типа, мы там все равно здесь, потому что это проф, и мы вот здесь вот рубимся. Ну, в общем, интересная, достаточная теория, в какой-то степени она действительно правдивая, потому что большое количество профессиональных футболистов действительно закончило карьеру и пошло в медиафутбол, и считаются там звездами. Хотя, если брать вообще в футбол, да, то звездами они не являются, хотя занимаются профессионально и там, и там одним и тем же. Ну, в общем-то, такая интересная тема для размышлений. Но, честно говоря, во-первых, я уже хочу спать, потому что время пол первого ночи, а мне за это на конференцию ехать. Ну, а во-вторых, во-вторых, да здесь рассуждать нечего. Просто можно сказать, что Амкал красавцы, они очень классно играли. Мне очень понравилось, как они выступали в этом Кубке России. Все матчи провели замечательно. Чуть-чуть им не фортанул Солани, но ничего, кому-то из медийных футбольных клубов фортанет, уверен, в следующем году. Это был Егоров. Пока.